всем привет такой значит выпуск у меня типа типа ответы на вопросы сам часто бывает смотрел выпуски каких-нибудь блогеров смотрю в основном я дениса борисова много кого смотрю ну так из таких вот основных жорика ревазова а вот и чисто частенько бывает думаю зачем вот вы замечательные блогеры отвечаете на вопрос каких-нибудь хейтеров понятно есть выпуски про ответы на вопросы даже самое время в одном из первых видосов я говорил что с удовольствием бы сделал такую рубрику еще кстати это было у некоторых уже появлялась но не было так что по голову у всех блогеров такая рубрика была вот ну понятно что подписчиков у меня такого большого числа еще пока нет поэтому основную часть вопросов я стараюсь отвечать прямо сразу же в комментариях ну так вот но вот смотришь ответ дениса борисовых хейтером там еще разных блогеров мышь зачем вы тут отвечаете на такие вопросы вот и сейчас опять же сам отвечаю почему отвечаю потому что у самого бывают такие мысли непосредственно по поводу высказывания под видосом самый первый мой обзор книг это дневник тернера называется значит обзор книга и обзорные вот там один товарищ сделал вроде как сказал что зачем ты рассказываешь сразу же делаешь какие-то выводы говоришь про них вроде прочитал тихонько книжку и все мол не интересно потом читать но я так понимаю его высказывание что потом не интересно читать или еще что то что хочу сказать по этому поводу я сам не люблю не люблю когда заранее рассказывают о чем то таком что было бы тебе интересно то есть он бывает такой там ищет какой-то фильм интересный в интернете и сразу раз в комментариях какой закрученный может быть там сюжет например как пила где ты не знаешь все дело в том какой сюжет интересный да и в комментариях там сказал что вот и вам жаль то в конце его убили или там вот там так то так то так то очень интересно я даже не ожидал что вот это и это и это блин напрягает конечно напрягает я сам не люблю такое поэтому поэтому если вы еще не заметили я сам стараюсь сюжет не трогать я буквально вот кусочек там то есть есть пара моментов где я рассказываю буквально полностью сюжет но чаще всего это такие вещи такие книги в которых сюжет не имеет такого первостепенного значения я считаю что всегда в книге и вообще во всем авторе там во всех во всех произведениях автора главное это его то что он хотел сказать поэтому если я рассказываю немного о сюжете чтобы полностью просто рассказать как бы о составить картину представление какое-то о книге если просто к книгах добрее о добрее и зле блин это любую книгу можно взять и сказать книга о добрее и зле поэтому немного рассказываю о сюжете но главное главное это то что ты понимаешь когда прочитываешь эту книгу главное тем мысли которые у тебя появляются которые она тебе дает те может быть действий на которой это толкает это если ты сам не прочитаешь ты этого не поймешь любой обзор ты посмотришь обзор дает только направление читать ее не читать идти на фильм не идти это только мнение мнение автора обзора потому что даже по поводу выводов что сказать что сделал каждый делает свои выводы по отношению какой-то книги мои выводы они важны по большому счету только для меня выводы каждого человека он делает сам потому что все настолько все пропускаешь через свой опыт через свои какие-то мысли через свое мировоззрение и для каждого ценность книги разная и даже в разные периоды говорят что книги классиков полезно перечитывать и на самом деле так и есть ты вот прочитал преступление и наказание в школе мастера магида прочитал это круто просто одно у тебя ощущение по одному одним образом понимаешь эту книгу прочитал ты ее через год через два через десять лет и совсем новые вещи вынесешь из этой книги она она не изменилась сюжет ты уже полностью узнаешь но это на то и классика это американский боевик можно посмотреть один раз даже не досмотреть знать там что будет в конце весь смысл фильма все знать уже от начала до конца а классика те книги которые для мозга они каждый раз когда ты их читаешь ты понимаешь их по новому ты новые мысли узнаешь оттуда ты по-новому глядишь на вещи которые а тебя окружают которые ты пережил потому что даже ну это далеко не секрет что люди на основе своего жизненного опыта по-разному могут относиться к разным вещам я вот смотрел фильм такой примеру дерево жизни это может показаться вообще хмурый какой-то неинтересный фильм непонятно о чем я смотрел в три часа ночи совершенно случайно я оказался в этом кинотеатре практически пустом я плакал в конце когда фильм закончился блин это происходит муть какая-то такой какой-то небольшая история про какую-то семью и вот посмотрели ему за год до этого может за полгода даже до этого до того момента когда я его посмотрел он бы не произвел на меня такого большого впечатления он бы не дал мне понять почувствовать то что я понял и почувствовал когда посмотрел его потому что именно вот тот жизненный опыт который на тот момент у меня уже был те мысли та жизнь которую я жил то состояние позволил мне понять его именно так что я говорю я даже ел когда выходил оттуда из этого кинотеатра поэтому если у тебя есть мозги то тебе безразличные выводы человек не безразличны ты примешь их к сведению для того чтобы прочитать или не прочитать эту книгу того чтобы посмотреть или не посмотреть фильм там еще что-то сделать или не сделать но если у тебя свои есть мозги ты все воспринимаешь по-своему и тебе не помешают чьи-то чужие выводы или мнение о фильме но это мнение может помочь тебе посмотреть этот фильм или прочитать эту книгу или приготовить это блюдо вот если все говорят что оно вкусно почему бы не попробовать вкус будет твоим собственным индивидуальным будет вкус но если много людей или там есть какое-то мнение людей которые говорят что да это вкусно это по крайней мере стоит попробовать это по поводу того зачем вообще делаются обзоры ну лично я делаю я я стараюсь не рассказывать сюжет кроме тех моментов когда сюжет не важен бывает да я рассказываю полностью обо всем просто как бы чтобы дать представление о книге как я уже и говорю вот так же точно про фильмы можно любой обзор профиль посмотреть есть вот обзоры про машины джорик и уазов рассказывать не очень нравится очень и очень но мне нравится я смотрю подписался на канал вот видел как-то я обзорчик как кода я даже не запомнил какие его зовут я посмотрел несколько обзоров после были машины про которые жулик не рассказывает который мало можно там встретить какие-то подержанные японские праворудки что-то такое было и вот он вы знаете достаточно хорошая ручка достаточно мягкое сидение достаточно обзорное зеркало были все достаточное и все вот обзоры у него все достаточно можно было вообще без слов и вон еще я не говорю что у меня замечательная дикция и отличный русский язык вот хоть я надеюсь что стараюсь вот но там блин вообще его голос только все портил он мог просто молча все поснимать все подергать по открывать и все было бы понятно вот интересно мнение человека его ощущение мотивированные ощущения о предмете о предмете разговора вот это значит по поводу книг по поводу обзоров по поводу качества я конечно извиняюсь что у меня такое качество к сожалению снимаю и на обычный телефон камеры 5 мегапикселей телефону уже два года он все два года меня радует это вообще отличное вложение денег потому что до сих пор мне позволяет полностью всеми благами цивилизации пользоваться ну в плане что буквально снимаю видео там сижу сижу во всех социальных сетях это как мой маленький компьютер а уже два года с ним хожу вот конечно я собираюсь думаю скоро куплю фотоаппарат себе и буду заливать нормальные видосы потому что самому нравится смотреть в нормальном качестве и записывать конечно хочется чтобы вы смотрели в хорошем качестве вот по поводу вообще комментарии и всего такого я стараюсь в первую очередь отвечать на все комментарии под видео сразу же если как-то там не ответил ну скорее всего ответил потому что у меня не так много подписчиков мало комментариев и что меня очень радует что практически все комментарии которые я вижу это комментарии умных интересных людей соответственно я говорю именно для той целевой аудитории которая для которой мне интересно говорить вот это очень радует конечно мне бы хотелось чтобы у меня было 4 миллиарда подписчиков там миллионы миллионами просмотров вот мои двадцать пять золотых подписчиков качество качество оно тоже очень важно скажу так вот количество в этом плане оно интересно только для того чтобы жить свободной жизнью не зависеть от работы на которую мне сейчас приходится к сожалению ходить вот а так для самовыражения и для общения я смотрю что я вижу что меня смотрят те люди которым это интересно и мне самое главное интересно чтобы эти люди смотрели вот такой завоулированный комплимент и по того вот а по поводу контакта в контакте я сижу так постольку поскольку просто читаю новости все подряд стараюсь быть подписанными на какие-то более менее интересные группы с новости читают о мире о психологии о развитии мозга вот о спорте делюсь особо там я не общаюсь потому что в первую очередь свое мнение я выражаю здесь в ю тубе вот найти если это интересно меня не сложно ник у меня в общем страница так и называется как и канал на ю тубе практически так же по моему там либо не отличаются либо отличаются одной двумя буквами волос хром гэй вот поэтому если добавляйтесь то добавляйтесь я я не против единственное говорю что просто я там не особо общаюсь вот по что еще хотел сказать еще хотел сказать что сейчас вот я тоже сделаю парочку обзорчиков на пару интересных книг а еще еще значит мне интересно все таки и первоначально наверное я задумал канал о том чтобы можно было в первую очередь делиться своими мыслями по поводу различных событий происходящих в стране стараюсь стараюсь записывать такие видосы потому что часто бывает произойдет какое-то событие резонансное и либо вообще нет никаких отзывов ни в прессе понятно что журналисты там вообще херню постоянно и замалчивают еще рассказывать такие вонючие сказки что просто блевать хочется от телевизора и всех этих все братья журналистов я конечно же них за них горой я люблю всех журналистов ни против кого не выражаюсь потому что куча всяких законов сейчас подозрительных вот и как раз благодаря этим законам ты не можешь ничего нормально сказать прямо выразить свои мысли так как хочешь это напрягает я конечно стараюсь делать какие-то видосы но бывает блин саму обидно когда проходят русский марш хочется что-то сказать по этому поводу потому что мало чего нормального с толком говорят вообще интернете может быть я просто не нахожу но я смотрю вот даренко как мне нравится как он говорит отзывается от этих насущных проблемах но часто бывает он либо замалчивать либо говорит какую-то в общем бывает прямо в точку попадает и бывает говорит не совсем то что я думаю вот так каждому же интересно его личное мнение вот вестовой но вестовой тоже как-то он то есть то нет непонятно и тоже у каждого свое мнение поэтому каждого канал веду без чтобы выражать именно его мысли вот поэтому к сожалению не всегда у меня получается высказываться оперативно по каким-то текущим событиям вот так я рад что вообще youtube есть меня смотрят адекватные люди вот буду работать над качеством качеством того что заливаю качеством того на что заливаю вот поэтому если есть какие-то предложения вопросы ответы еще что-то рад вашим комментариям давайте там подписывайтесь ставьте лайки так стандартно на весь интернет на весь youtube фраза но на самом деле просто каждому ютуберу хочется хочется свободы и независимости в этой жизни хочется заниматься чем высказывать свои мысли и делиться получать какую-то информацию и благодаря этому как-то жить вот не ходить на работу никому не хочется ходить на работу по крайней мере у кого на неинтересно я стараюсь сделать так чтобы моя работа была для меня интересной и приносила деньги но пока я к этому не пришел буду идти вместе вместе с жизнью вместе с вами давайте всем пока удачи всего хорошего